всем привет хочу показать вам своих новичков недавно купила несколько ароматов но как обычно все течет все меняется что-то уходит что-то приходит в общем какие-то ароматы я покупаю может быть то что у меня было немножечко в других вариациях то есть постоянно какое-то какая-то шлифовка и отбор того что действительно нужно есть и аромат который с которым я так слегка промахнулась ну покажу как есть вот хотела снять на улице но здесь дует такой вот ветерочек очень холодно 10 градусов всего лишь я наверное все-таки перемещусь домой да но я хочу сказать что аромат из этой подборки я нашла и вы также можете познакомиться в интернет-магазине рандеву там сейчас идет большая распродажа скидки до 50 процентов очень удобно тем что в магазине представлены самые разные форматы для ознакомления с парфюмов начиная с пробников миниатюр 8 миллилитров арома боксов и заканчивая конечно же полноразмерными флаконами проходят периодические акции бывают дни брендов вы также можете использовать мой промокод 10 летау которые суммируются со всеми скидками на сайте он работает в корзине от 2 500 и дает дополнительную скидку в 10 процентов и еще магазине работает платеж подели и долями давайте начнем первый парфюм очень-очень красивый флакон это меня под залопался смотрите флакон конечно потрясающе темно-синий цвет это fleur narcotic версия экстракт extra x trade de parfum вы знаете что мне всегда нравился флер наркотик у него единственный был ну когда-то да в свое время недостаток то что он был очень популярным и вот недавно я вновь про него вспомнила я просто словила но уже не так часто встречаюсь встречающийся шлейф я думаю какой же он хорош почему вот и мне не получается его носить но там есть вот эта железячка в обычном флёре он классный самый первый флагманский флёр прозрачные но когда он долго на мне то вот эта железяка как будто бы набирает обороты и мне это ну мне буквально отнимел нос от него него очень красиво цветочная часть он такой легкий воздушный летящий все вот это здорово то что люблю но невозможно было носить вот здесь как будто бы вот этой железячки поменьше аромат стал плотнее он но в любом случае он холодный то что мне нравится и здесь цветы цветочно-фруктовая часть очень ярко обрисована она намного ярче намного сочнее здесь очень много петали и но вот значит вот эти вот самые вкусные самые красивые цветы здесь вот в такой вот наивысшей концентрации и его гораздо легче носить у меня еще есть озора ну это как-то такое у меня мини-формат я их сравнивала флёр конечно же красивее то есть вроде бы вот эти все три аромата они как бы плюс-минус там где-то что-то плотнее где-то больше цветов где-то больше железячки где-то больше еще чего-то каждый найдет свою версию но вот здесь вот эта версия мы он бархатный прямо-таки бархатный и просто очень красивый вот про этот аромат вот это вот хочется сказать конечно он очень яркий и я не поливаюсь им флакон наверное это вот просто на века такой большой флакон у них классе был формат миниатюра вот эта фирменная семь с половиной миллилитров она тоже в синем стекле красивая такая но мне хотелось вот именно во флаконе в общем я его люблю несмотря на там популярность и всякое такое в общем и у меня как-то вот подходит еще один парфюм тоже моя обновка это шанс о тандр но версия парфюмерная вода да у меня есть тв тв я тоже люблю но сейчас похолодало хочется немножко поплотнее но тоже какого-то такого тонкого и холодного многие приходят в это время на что-то наоборот согревающие там какие-то вкусняшки ну вот а мне хочется вот такого чего-то и это это именно то что мне хотелось я вообще первое время его как только купила носила вообще вот не снимаю этот парфюм здесь многие слышат почему-то больше розы но на мой взгляд тут тоже очень много красивых сочных таких кисло-сладких фруктов а его тут очень здорово слышно я бы не назвала бы этот аромат розным роза лишь оттеняет то есть такой концентрат и вы знаете он пахнет на мой взгляд чуть и не так одеваю нажала немножко он пахнет на мой взгляд современнее чем обычный тандр тот мне тоже нравится там мозг пустик такой вот немножко немножко такой вот напоминающий об ароматах 2010 ну вот когда вот он вышел вот он такой там и есть здесь вот здесь вот этот парфюм я могла бы уже сравнить были такие сравнения с мохаве гост от байреда и мохаве гост да он кстати тоже есть вот все три они как-то вот между собой перекликаются и мне все три нравятся вот именно в мохаве и именно в пв мускусик или что это такое но вот это такая воздушно-холодная воздушно-холодная какая-то часть они похожи и такую штуку добавляют вот именно в нишевый аромат и еще вот этот же холодок есть в наркотик в от насомата но я не знаю что это за химон такой вот специфический в общем это вот для меня аромат какого-то ведь вечные весны и молодости я считаю что он не устаревший это знаете такая уже своеобразная классика цветочно-фруктовая вот у меня есть допустим очень прикольный аромат вполне себе современный king да из атлм никто же не считает что это там его время ушло или что-то там такое точно это такой вот типаж аромата и вот это сделан тоже очень качественный там просто тоже очень качественный такой вот компотец и здесь я даже не могу назвать эти ароматы компотами они слишком свежие для компотного направления то есть это не липкая такая вот сладость кисло-сладкие мое любимое одно из моих любимых направлений вот немножечко я так лоханулась с ароматом намахнулась это солей ниша том форда я покупала его по памяти вот это уже не первый раз когда я запоминаю в парфюме ну какие-то вот самые лучшие его стороны или не было возможности хорошо разносить и я запомнила его когда его нюхала даже просто с пульвика давно еще это была зима вот кстати еще немножечко мне кажется он будет конечно очень хорош то есть в любом случае аромат красивый такой атмосферный все это все есть при нем но если расскажу о нюансе вот когда его просто вот так с пульвика понюхала я подумал мне сразу же представились вот реально он дает картинку заснеженных каких-то гор сверкающих белоснежных вот этот снежок приливается на солнце ну я не знаю как они смогли уместить всю эту атмосферу флакон но здесь это все есть чувствовались какие-то цитрусы ваниль оно все это так мягко немножечко кремово пудрово то есть очень хороший не могу назвать его каким-то сверх элегантным хороший красивый повседневный аромат я думаю что зимний в большей степени осень зима вот его время мне он запомнился вот каким-то холодным таким вот холодком то есть даже может быть каким-то контрастом то есть вот эта теплая согревающая ваниль и в то же время холод снега что-то такое вот а когда я его уже купила и нанесла на себя я не ожидала что в нем есть мускус специфический он мне напоминает эллиан классический эллиан в пв именно мускус или это кашмиран в общем что-то такое какой-то компонент который пахнет мне лично такой шерсткой животного ну знаете бывают разные варианты этого оттенка а может быть я просто в свое время эллиан перри переносила слишком много и ну просто мне уже не очень интересно улавливать даже несмотря на совершенно отличную другую часть аромата тут тоже кстати жасмин все это да вот но вот этот жасмин сочетание вот с этим похожим мускусом как в старом эллиане который был вот он у меня до сих пор есть но ему же пользоваться невозможно он старый 2010 года я его как-то брызнула воздух у меня полфлакона осталось я закашлялась от него то есть там просто уже что за такое что-то очень мощное и когда-то мне этот мускус нравился он скрывался кстати во влажной такой жаркой среде там и жасмин прямо остановился таким сливочным очень очень красивым и мускус такой прямо как вот волчья шерстка но это было так интересно ну чистое и здесь вот это вот есть такая животинка и она дает ненужную в моем случае вот у меня сейчас другой запрос я хочу холодных ароматов дает ненужную теплоту но если вы так абстрагироваться то наоборот это придает какое-то уюта этому парфюму кто-то может быть его вообще не чувствует им кажется это чем-то немножечко другим но вот у меня такое восприятие и соответственно я как-то так немножко подразочаровалась я подумал что если бы я бы его тестила перед покупкой то наверное я по его себе не стала бы наверное покупать вот так что немножко да немножко промахнулась ну бывает такое не в первый раз так шансу и к флеру рука тянется хотя вот мне кстати очень понравилось описание оли ольга парфюмы . она говорила о том что ароматы форда придают какое-то сияние и когда она вот в этом парфюме я так поняла что она его любит я потом уже когда купила начала смотреть кто чё говорил про него вот она его любит и она говорила во что вот когда она в нем она чувствует какое-то дополнительное сияние вот да и хотелось бы конечно немножко вот я немножко мускус мне вот не подошел а так аромат конечно же интересный кстати по поводу стойкости шлейфа есть там мнение на фраге что он вообще не пахнет там два часа или что-то там такое это очень стойкий парфюм я его брызнула на шторку вы знаете шлейф понять как это все будет издалека он пах ароматизировал комнату три дня то есть у него стойкость очень хорошая и шлейф есть просто просто ну какие-то другие причины видимо у тех кто пишет что им ничего не слышно в общем на сегодня это все оставляйте комментарии напоминаю что все ссылки будут в описании под видео желаю вам всего самого наилучшего и всем пока пока